Сегодняшнего решения Рады ждёт весь мир, что децентрализация Украины – это его президента решение. Но когда, наконец, он добрался до сути вопроса статуса ДНР и ЛНР, оказалось, что никакого обещанного особого статуса по новому закону им не светит. Украина была, есть и будет унитарной державой. И проект изменения Конституции не предусматривает и не может предусматривать никакого особого статуса для Донбасса. Там его просто нет. Проект только предполагает возможность специфического порядка осуществления местного самоуправления в определённых административно-территориальных единицах Донецка и Луганска. До этого критиковавшие любые уступки Донбассу фракции, сегодня вдруг покорно стали соглашаться с президентом. Позволил себе возразить только Лешко. Нам говорят, что если мы не проголосуем за поправки в Конституцию, то от нас отвернётся Европа. От нас отвернутся наши союзники, американцы и весь мир. Но только нам решать, по какой Конституции жить. И как ни морщился Порошенко, но и ему после таких криков пришлось встать. Еще не умерла Украина. Тем не менее, стало уже ясно, что проголосуют на виду у всех. Что в итоге приняли сегодня в Киеве, какую децентрализацию власти, для многих так и осталось непонятным. Пётр Порошенко внёс документ в Раду уже после полуночи. Под покровом ночи, видимо, уговаривали и депутатов. А вот с Донецкой и Луганской народными республиками не согласовали ничего. Это решение не соответствует минским принципам. Непосредственно 11 пункт комплекса мер гласит, что поправки Конституции, касающейся наших территорий, должны быть согласованы непосредственно с представителями Донецкой и Луганской. Это Захарченко и Плотницкий. Эта процедура не соблюдена. Соответственно, это не соответствует минским соглашениям. Предложение самих республик о действительно особом статусе Киев просто не заметил. О каком же соблюдении минских соглашений тогда вообще идёт речь? Я думаю, и те, кто готовили этот проект, абсолютно чётко понимают, что этот проект не выносит никаких, скажем, не создаёт никаких путей разрешения конфликта на Донбассе. Тем не менее, они пытаются выдать желаемое за действительное. Да и принятая сегодня поправка не только не подчёркивает статус регионов Донбасса, а наоборот, закрывает вопрос, оставляя его без решения. Вместо того, чтобы особый статус Донбасса подчеркнуть в Конституции страны, он подчёркивается в переходном положении. Сегодня это переходное положение есть, завтра его нет. Так что это фельдкина грамота. Мы уже видели, как Киев принимал закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. И как потом, точно таким же решением Рады, действие этого закона было установлено. А этот трюк, так спешно срежиссированный из-за океана, вероятно, призван показать активность Киева. Визит Виктори Нуланд, видимо, был такой. Американская дипломатия попыталась на себя взять ответственность за то, чтобы всё-таки как-то продвинуться в минском процессе. Но на самом деле, никуда этот процесс не продвинуло. Скорее, это ещё один имитационный шаг. Этот шаг навстречу Донбассу на самом деле напоминает имитацию. Показать прилюдно якобы намерения, потом записать их в переходные меры и опять забыть. Как это уже не раз было в Киеве. Ведь на деле не выполнен ни один пункт минских договорённостей. До сих пор на Донбассе не проведены местные выборы. До сих пор Киев не произвёл обмена пленными по принципу «всех на всех», не возобновил социальные выплаты жителям Юго-Востока и не начал восстановление инфраструктуры региона. Вот и сегодня очередная пыль в глаза. Но как только высокопоставленные иностранцы вышли из зала, от Единства Рады не осталось ничего. И нардепы снова подрались. Евгений Рожков, Алексей Петров, Александр Андрюшкин и Сергей Лысков. Вести из Киева.